Более двухсот человек арестованы, полиция применила слезоточивый газ и водомёты, демонстранты требуют отставки президента. Всё это результаты субботних протестов во Франции. Там на улицу уже в шестой раз вышли жёлтые жилеты. Наш специальный корреспондент Николай Соколов с подробностями с места событий. Автомобильное движение на Елисейских полях не перекрыто. Это тоже мешает протестующим собраться, к примеру, здесь, на Елисейских полях, хотя они пытались. Но оттого всё чаще собираются в отдалённых округах Парижа. Устраивают акции в дальних округах столицы, но вблизи туристических объектов, чтобы привлечь больше внимания. Жёлтые жилеты выходят на улицы в районе Мон-Мартр, самая высокая точка Парижа. И тоже достопримечательность. Елисейские поля занять не получается, но и здесь пытаются собраться некоторые их сторонники. Среди мирно настроенных жёлтых жилетов иногда появляются безжилетные, радикальные молодые люди. Именно они устраивают беспорядки и провокации. Столкновения заканчиваются часто серьёзными травмами. Причём не только у протестующих. Полиция в ответ применяет водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ. Действует жёстко, разбивая группы протестующих на небольшие, чтобы потом те уже не смогли организовать большой протест. Если в Париже ситуация без погромов, то в регионах Франции не обошлось без дыма и огня. В Тулузе жёлтые жилеты перекрывают дороги, блокируют работу торговых центров. Мы требуем отмены всех привилегий для богатых. Пусть власть даёт больше тем, кто нуждается, а не тем, кто всё имеет. Я считаю, очень важно быть здесь и продолжать. Рождество или нет, мне его и праздновать не на что. У меня нет денег на одежду. Даже платить за квартиру ничем. Они обещают устроить запоминающееся Рождество. Впрочем, лидер протеста в Париже уже арестован. Более полусотни лидеров локальных акций задержаны во время шестого подсчёта протеста по всей стране. Но, судя по всему, протестный дух у них остаётся. Уже зовут на акцию новогоднюю ночь. Главные улицы Парижа опять посещают туристы. Меры безопасности усилены, обстановка спокойная. Но на всякий случай ограждения возле Елисейских полей, конечно, дворца и правительственных зданий не убирают. Потому что, судя по прогнозам, акции вновь могут повториться. Николай Соколов, Дмитрий Большаков. Вести. Париж. Франция.